Шиток закрытый, этот шиток закрытый. Так, опускай потихоньку. Сильно не нажимай, чтобы не поломать его. Аккуратно, аккуратно. Школа новая, однако правила безопасности остаются неизменными. Информация содержательная и необходимая. В этой дисциплине без нее никуда, признается Рамзан Ажига. Уроки труда он посещает уже третий год, но сейчас продуктивность увеличилась в разы. Сейчас я строгаю древесину. Нужно это делать резко. А есть еще какие-нибудь правила? Есть. Чтобы не мешало, нужно всегда очищать рубанок. Теперь нужно его снимать и проверять. Ровно или нет. Как, доволен своей работой? Да, доволен. Вместе с новым подходом и оборудованием изменилось и название школьного предмета. Теперь это не труд, а технология. Но посылы и задачи все те же. Самые маленькие лепят из пластилина, а те, кто постарше, учатся мастерить предметы, шить одежду и готовить. Так что представить школьную жизнь без этого урока просто невозможно. Урок технологии – это на сегодняшний день очень актуальный урок, потому что дети сейчас, многие, после 9 класса, идут в училище, в техникуме. Здесь они выбирают себе профессии. Интересно, в уроке технологии наш урок отличается от других уроков тем, что у нас, помимо теории, дети занимаются практикой, они могут здесь готовиться к самостоятельной трудовой жизни, выбирать себе профессии. Это на сегодняшний день очень актуально. Вместо простых парт – столярный вестак. По-другому и нельзя. Каждый инструмент должен быть под рукой. Поэтому Мусара Жигов держит свое рабочее место в порядке. Мальчик уже определился с будущей профессией, собирается поступать на факультет столярного мастерства и уже сейчас ответственно относится к дисциплине. Мальчик уже готовится к дисциплине. В обучении парней предпочтение отдают информационным технологиям обработки металлов и древесины. Ее как раз сейчас и изучают ребята. Освоив азы, они начнут постигать литейное производство, то есть изготовление фасонных деталей и заготовок. Для этого здесь есть все необходимое. Мастерская оснащена по последнему слову техники. Эти станки у нас все идут по металлу. Этот у нас гравировочный по металлу Гровер. Наносится гравировка. Это сверлиный станок, это ясно. Тут точильный станочек стоит. Затачиваются резцы, сверла. Под каким углом нужны. Под мягкий металл, под твердый металл. Они разные углы затачиваются. Это фрезерный станок. Любую деталь он фрезервует, выравнивает ровно, чтобы было все. Токарный станок. Точится в любое изделие. Как и резьбу нарезает, так и все на нем. Ну, токарный станок он. Только что маленький. Все это и многое другое стало возможным благодаря нацпроекту образования, в рамках которого и была построена школа. Проект предполагал четыре основных направления развития системы образования. Создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. Сегодня это позволило мальчикам учиться мастерить, а девочкам, которые находятся в соседнем кабинете, готовить. В новой кухне для будущих хозяйшек есть все необходимое. Это и посуда, и, конечно же, бытовая техника. Ну, а после приготовления своих кулинарных шедевров, каждая девочка сможет убрать за собой. Теория, практика, дегустация. В такой последовательности проходят уроки труда для девочек. Здесь главную роль играет не учебная программа, а интерес учеников. Тем более, такие занятия адаптируют школьников к реальной жизни, признается Алия Ажигова. Девочка любит готовить, усердно старается на каждом уроке. Сейчас мы покажем, как красиво формировать овощную тарелку. Сначала мы нарезаем огурцы, потом нарезаем помидоры. После этого красиво их раскладываем. Огурцы мы положим в одну сторону, помидоры в другую. И наверху положим зелень. В общем, новая школа подарила не только новые возможности, но и массу эмоций. А школьные будни раскрашены благодаря таким предметам. Раньше на уроках мы больше всего писали. У нас было очень мало времени для того, чтобы практиковаться. Сейчас у нас очень большая, удобная, просторная кухня. Теперь мы можем побольше заниматься. Уроки у нас на данный момент чуть длиннее. И я этому очень рада, потому что я обожаю урок труда. От простых иголок к швейным машинкам, от поленок к скворечнику. Впереди у ребят целый учебный год, чтобы набраться опыта в этой стезе. Хавага Гиева, Магомед Белокив, Новости 24.